Добрый вечер, уважаемые гости! Я думаю, что мы начинаем наше сегодняшнее представление, наш концерт. Сегодня на этой сцене прозвучит индийская музыка, в том числе индийская классическая музыка. И игрой для вас будут три очень интересных музыканта, двое из которых являются сыновьями очень известного исполнителя Насаранги, у стада Сабри Хана Сахару, это Камаль Сабри, исполнитель Насаранги, и Гульфан Сабри, исполнитель Натабла. С ними также примет участие в концерте их племянник, мастер Набиль Хан. Ну, что еще рассказать? Я думаю, что музыка все расскажет о себе сама. Вы имеете возможность сегодня послушать настоящую традиционную музыку Индии, так как она передается из поколения в поколение, уже много сотен лет. Эта семья музыкальная, все члены этой семьи музыканты, играют на различных инструментах. И музыкант, который будет сегодня играть на табло, у стада Кульфан Сабри, он является также преподавателем музыки в Индийском культурном центре, при посольстве Индии. Если у вас есть желание знакомиться с музыкой Индии ближе, может быть, даже самим начать изучать, вы можете прийти в культурный центр в любое время и присоединиться к его классу. Ну, я думаю, что мы начнем. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У Индии на этом инструменте исполняются самые разные направления музыкальные, он используется в самых разных ситуациях для разной музыки. Играет на нем при помощи вот этого смычка, вот этого, что вы видели. Сидя на полу со скрещенными ногами. И используются три пальца на левой руке, причем струны прижимаются ногтями. Очень необычный музыкальный инструмент. Первая часть концерта будет представлять собой классическую индийскую рагу. И первая часть раги это короткая часть называется Алаб. Алаб literally means to introduce. И Алаб дословно означает представление. Это будет followed by a composition. Дальше последует композиция, собственно. В тайм-цикле 9 битов. И еще более быстрее темпо, композиция, которая называется Тин-тар. Тин-тар – это самый популярный тайм-цикле в Индии. И последняя часть раги будет представлять собой композицию на шестнадцати битовый ритмический цикл, который называется Тин-тар. И используется в Индии очень часто, пожалуй, больше всего, наиболее часто. После раги они исполнят фолк-музыку у Индии. Это музыка немножко отличается от классической индийской. Я очень надеюсь, что вы получите большое удовольствие от прослушивания всего концерта. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА